В рамках визитов в столицу Торстана президент Российской Федерации Владимир Путин посетил в Казанский федеральный. Университет глава страны отправился сразу же после своего выступления перед студентами в Татнефть-Арене, где поздравил казанскую молодежь с российским днем студента и принял участие в открытии форума «Вместе вперед!». А далее президент осмотрел центры инновационного медицинского обучения КФУ. Ректор университета Ильшат Гафуров представил ему основные достижения вуза и познакомил с медицинским кластером. Владимиру Путину продемонстрировали возможности центра симуляционного и имитационного обучения студентов и центра медицинской науки, где идет работа с медицинскими роботами-симуляторами. Далее, не покидая стены КФУ, Владимир Путин провел заседание с молодыми исследователями, вовлеченными в научную и общественную работу. Также на встрече работал телемост с федеральными вузами страны. Президент обратил внимание слушателей на то, что работа по развитию образования для поддержки талантов, творчества и общественно-научных деловых инициатив направлены на то, чтобы молодежь могла реализовать себя максимально быстро. Рассуждая на эту тему, Владимир Путин отметил тот значительный опыт, который имеется у федеральных университетов и тех подходов, которые необходимо распространить на всю систему высшего образования. Далее Владимир Путин напомнил, что в России функционирует целая сеть федеральных университетов. Этот проект устремлен в будущее и нацелен на решение долгосрочных задач. Несмотря на все сложности, в том числе сложности, связанные с экономическим кризисом, Владимир Путин уверенно заявил, что проект сети федеральных университетов состоялся. Поддерживая разговор об академической мобильности, студенты поделились с президентом идеями инновационных проектов, которые, скорее всего, станут весьма популярными в ближайшем будущем, а некоторые уже сегодня. Охотно поддержали разговор и ректора федеральных вузов. Так, например, глава МГУ имени Ломоносова подчеркнул, что именно фундаментальность ярко отличает российское образование, которое без капли сомнения можно назвать сильным. Продолжив разговор, глава государства в своем выступлении отметил направление, являющиеся приоритетными для экономики всей страны. Приятно отметить, что на множестве из них уже сосредоточены приоритетные направления Казанского федерального университета. По словам Владимира Путина, федеральные университеты задают тот уровень, к которому должна стремиться вся система высшего образования, чтобы выпускники могли успешно начать карьеру и реализовать свой потенциал. У присутствующих на встрече студентов нашлось немало вопросов на тему трудоустройства и академической мобильности. Более всего, в чемодианского федерального университета, в том числе и с constanем, то есть число во время력ение узнал для окидателей, которое мы сомневаемся. Поговорим в том, что выбился на нашем участке. Это все. Готовара Путина, к месту всей молодежи, территории на территории, о которых мы составляем с декором, на территории в мире, о том, что мы должны помещать ему, в том числе сделать ошибку, выборы вMIN. Мы должны помещать, что мы будем делать такое же, какое-то, какое-то, какое-то витаминое, как достаточное мнение и то, что мы будем делать такое, но мы будем универсать. Субтитры сделал DimaTorzok Не стали единственной темой обсуждения. Владимир Путин отметил, насколько широка система образования в России, намного шире, чем сеть из 10 федеральных университетов. Субтитры сделал DimaTorzok К слову, программа визита в Казань у Владимира Путина была довольно насыщенной. Также в столице Татарстана глава государства провел встречу с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии. В ходе беседы затрагивались вопросы формирования целостной системы религиозного образования и развития отечественной богословской школы. Обсуждались первые итоги работы Болгарской исламской академии. Ментимер Шамиев должен был принять участие во встрече, но в связи с болезнью не смог присутствовать. Владимир Путин и президент Татарстана Рустам Мениханов навестили в больнице экс-главу региона Ментимера Шамиева, который получает комплексное лечение в университетской клинике Казань. Стоит принять к сведению, что во время прибытия Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Татарстана Рустамом Менихановым. И неудивительно, что наиболее подходящей площадкой для встречи стал Казанский федеральный университет.